Здравствуйте! В прямом эфире программа телемикс новости в студии Екатерина Рехтина. Сегодня мы расскажем о самых интересных событиях дня. Смотрите в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Горячая линия по вопросам отопления начала свою работу в Уссурийске. О перебоях с поступлением тепла в дома можно сообщить по телефонам диспетчерской УМУПТС. Напомним, первыми обогревать стали медицинские стационары и некоторые дошкольные учреждения Уссурийска еще 4 октября. Сезон горячих батарей в квартирах горожан стартовал в это воскресенье. Однако подача тепла зависит и от управляющих компаний города. Не все организации подключили жилые дома. Сообщить о перебоях с отоплением и задать свои вопросы можно в диспетчерской УМУПТС по номерам 3201-14-3241-74, а также в единой диспетчерской службе округа 112. Только в понедельник сотрудники УМУПТС устраняли несколько порывов теплотрасс. Пока отопительная компания войдет в штатный режим, возможны аварийные ситуации. Новые правила экзаменов в ГИБДД и регистрации транспортных средств вступили в силу с середины октября. Например, теперь оформить международные водительские права или заменить те, что потерялись, можно за 15 дней через МФЦ. Ранее на это давалось 10 дней. Оплачивать госпошлину за экзамены и выдачу удостоверения нужно до того, как подали заявление. Сами экзамены тоже претерпели изменения. Так, для будущих мотоциклистов обязательным стало упражнение скоростное маневрирование. И появился новый вариант этого задания, который можно выполнить на любой площадке. А если упал с мотоцикла, то не сдал. Если экзамен в госавтоинспекции проходит зимой, а из-за снега не видно границ упражнений, то обязательно нужно выставить конусы или стойки. А также такую площадку нужно обработать специальным средством, чтобы не было гололеда. Хранители заповедного леса отметили профессиональный праздник. Биологи самых разных специализаций стоят на страже природы, фиксируя ее и оберегая от вторжения человека. Один из таких нетронутых уголков находится у нас под боком. Уссурийский заповедник имени Комарова. Вот уже несколько десятков лет там трудится ученый-ботаник, которая и провела для нашей съемочной группы занимательную экскурсию. Четыре колеса помогают объехать владения. Вот уже 30 лет за растениями в уссурийском заповеднике имени Комарова наблюдает Любовь Федина. В одиночку биолог обследуют 40,5 тысяч гектаров леса. За столько лет работы Любовь Александровна изучила, казалось бы, каждую травинку. Но природе вновь удается удивить специалиста. На первый взгляд обычная осока оказалась растением, которое сейчас не должно зеленеть. В связи с тем, что там нету шишавости и многих других признаков, я определила, что это ариорхес. И даже в литературе идет, что такого развития в небо осенью не наблюдается. Где-то в летом, в июле, где-то начинает отмирать у него листья, и растение уже практически уходит без них. А сейчас получается, что у него именно развитие закладывается с осенью. Каждую необычную находку исследователь фиксирует. Записывает приметы в блокнот, фотографирует, берет образец для изучения с собой. Вдруг такой экземпляр больше не встретится. Любовь Федина никуда не торопится, хотя в начале своей карьеры действовала по-другому. Раньше, конечно, мы по многу километров пробегали, но как, молодые, неопытные, вот, побежали, побежали и прибежали, а сейчас уже меньше ходишь, но больше видишь. В осенней листе притаился собрать женьшеня – элеотерокок. Колючий кустарник известен своими лечебными свойствами, но в отличие от краснокнижного коллеги, не подвергается нападкам браконьеров. Но вот на элеотерокок пока еще особого нету спроса, хотя он считается более лекарственным, чем женьшень. Но, тем не менее, вы, наверное, видели, обращали внимание, что везде есть такие объявления, что куплю корни элеотерокока. Вот, пожалуйста, это он, но надеемся, что для такого массовых заготовок дело не дойдет. Буквально 15 минут на машине, и гостям заповедника открывается совсем другой вид. На месте леса поднимаются скалы, а с другой стороны дороги журчит река. Такие картины по нраву не только человеку. Частую сюда наверх выходит тигра мужские, чтобы полюбоваться на окрестностях. В частности, река Комаровка его привлекает. Хотя на пути Любови Фединой полоцатая кошка ни разу не встретилась. Наверное, к счастью. Зато приходилось видеть медведей, пятнистых оленей, барсуков и даже дикую свинью с поросятами. На такой работе скучать не приходится. Был период, когда я три года не работала. Ну что вы думаете, мне лес снился. Я скучала именно по этим местам. Знала, что этот здесь, этот там. Думала, ну как они без меня, как я без них. Вообще это такая тоска была. Сейчас природа готовится к зимнему сну. Почти все деревья и кустарники оголились. А когда, как и почему выясняет Любовь Федина. Ведь каждый процесс, который происходит в жизненном цикле растения, одинаково важен для исследователя. Все свои наблюдения и открытия научный сотрудник Уссурийского заповедника публикуют в специальной литературе, которая будет полезна для коллег и потомков. Ребенка сбили на пешеходном переходе в минувшие выходные. ДТП случилось на перекрестке улиц Некрасова и Амурская. По рассказам женщины, она с двумя детьми прогуливалась по городу. Когда с младшим зашла в сквер, услышала визг тормозов. Обернулась. Старшей дочери нет рядом. Ее сбила машина. Водитель Тойоты Хайс, мужчина, 60 лет, двигался по улице Некрасова со стороны Ермакова и не предоставил преимущества пешеходу. Девочка, 12 лет, переходила дорогу по зебре. В итоге наезд. Ребенок с сотрясением головного мозга был доставлен в больницу. Более 130 гектаров леса потушили за сутки. В Приморье локализованные возгорания в Кировском, Партизанском и Тернейском районах. 17 пожаров продолжают устранять. В борьбе с огнем в приморских лесах принимают участие 170 человек. Привлечено 40 единиц техники. На территории нашего региона установилась сухая ветреная погода, что и обостряет положение. Появляются новые очаги огня. Напомним, по распоряжению временно исполняющего обязанности губернатора края, 12 октября введен особый противопожарный режим. Это подразумевает запрет на пребывание людей в лесах, разведение костров на территориях муниципалитетов, сжигание мусора. Несоблюдение всех требований карается штрафами. Краевая казна уже пополнилась на полтора миллиона рублей благодаря любителям огня и спичек на природе. Новостройка Поплеханова-20 распахнула двери для новоселов. Два года кирпичный дом возводила компания «Арсей». Стильный красавец в самом центре города стал украшением микрорайона. Наша съемочная группа оценила все достоинства новой пятиэтажки. Атмосфера особого торжества царит вокруг. Пятиэтажка Поплеханова-20 готова распахнуть свои двери. Новоселы получают долгожданные ключи. В целом в здании 103 квартиры. Одно, двух и трехкомнатные. Семья Савиных в легкой растерянности. Просторная трешка, которую долго ждали. Вот она. Глава семьи оценивает масштабы работ. Девчонки мысленно рисуют интерьер. Эмоции, конечно, переполняют. Это первое наше жилье, собственная квартира. Дети очень рады. Мы очень рады. Теперь предстоит тоже большая работа. Сделать ремонт в квартире. Затраты, естественно, тоже. Ну, это приятные хлопоты. Дом построен в особом для компании «Арсей» стиле. Новое пятиэтажное здание, как нельзя кстати, вписалось в облик улицы Плеханова. Преимуществ много. Здесь интересная планировка квартир, уютные подъезды. Витражное остекление лестничных проемов открывает отличный вид во двор. А здесь уж и есть, где детворе разгуляться. Выбор как таковой не стоял. Мы ждали дом именно от этой компании, от компании «Арсей», потому что нам нравятся те дома, которые они строят. Поэтому, когда объявили, что планируется застройка еще и в центре города, то выбор особо не стоял. В структуру новостройки отлично вписалась спортивная площадка с провизийным покрытием для игр. Отдельное место и для совсем юных жителей дома. Горки, карусели, песочница. По периметру территории ровный газон. Все условия для хорошей жизни уже созданы. Красавец дом. Наша компания сдала. Сегодня двойной праздник. Покров и выручение ключей. Мы рады, что успели все сделать. Большое спасибо всем тем, кто нашей компании доверяет. Ну, от них теперь зависит, чтобы все было так же красиво, как мы им сдали. Украшать «Уссурист» новыми домами «Арсей» планирует и дальше. Следующий большой проект – жилой комплекс на Агеево-Ленинградской. Ольга Муравьева, Сергей Флоренцев, Телемикс. Отголоски паводка. По закону выплаты за ущерб. После наводнения положены всем, кто оказался в зоне бедствия. Как быть, если человек живет в пострадавшем от воды доме, но так и не прописан? Ответ смотрите в рубрике «Телеконсультант». Во время наводнения мой дом и участок сильно затопило. Но проблема в том, что я там не прописана. Уже не первый месяц пытаюсь доказать свои права на материальную помощь. Подскажите, как мне это лучше сделать? В соответствии с постановлением администрации Приморского края установлено, что граждане Российской Федерации, проживающие на момент обильных лимонных осадков, которые произошли у нас в августе 2017 года, в зонах затопления, к которым относится город Уссурист в частности, имеют право на получение материальной и финансовой помощи. На повреждения дома, на утрату урожая, в случае, если частично у них было или полностью утрачено имущество первой необходимости. Но все граждане имеют право на получение этих всех выплат только при условии постоянного проживания. И органы местного самоуправления отказывают в большинстве случаев во включении граждан в списки пострадавших в случае отсутствия регистрации по месту затопления дома, либо земельного участка, на котором был утрачен урожай. В данном случае граждане могут обратиться с заявлением в суд самостоятельно, либо обратиться с заявлением, соответствующим в уровне прокуратуры, чтобы прокурор обратился в их интересах в суде, для установления факта постоянного проживания по месту затопления. Подтверждающими документами могут служить квитанции об оплате, то есть платежные документы об оплате жилищно-коммунальных услуг, документы, подтверждающие получение медицинской помощи по месту затопления, документы, подтверждающие получение пособий, пенсии и так далее, и, соответственно, показания свидетелей, соседей, желательно двух и более лиц. В случае формирования такого пакета документов мы можем обратиться с соответствующими заявлениями интересных граждан. День борьбы с бедностью отметят завтра во всех странах в нашем городе. К этой дате приурочена акция «Открой сердце для добра». Все неравнодушные жители округа могут протянуть руку помощи тем, кому это необходимо. Впервые Уссурийск включился в подобную акцию помощи 6 лет назад. С тех пор каждый год горожане не остаются в стороне. На этот раз еще больше крупных магазинов откликнулись на проведение благотворительного сбора. Продукты питания и предметы первой необходимости будут собирать волонтеры. С 17 октября с 12 дня и до 8 часов вечера открыть сердце для добра можно будет в крупных супермаркетах Уссурийска. Адреса пунктов сбора помощи на экране. Ночи в Уссурийске станут холоднее. С начала недели столбик термометра в теплое время суток может опуститься ниже нуля. Осадки не ожидаются. Во вторник днем будет теплый ветер, но с порывами солнышко еще погреет у сурийцев температура плюс 8-11 тепла. А вот в ночь на среду придут заметные морозы, столбик термометра опустится до минус 8, а на северо-востоке края даже до минус 15 градусов. Но уже в четверг немного потеплеет, хотя и возможен небольшой дождь. А в темное время суток температура сохранится плюсовая. Прим Гидрометцентр также сообщает, что в начале ноября может пройти первый настоящий снегопад. Именно к этому времени в регионе похолодает настолько, что снег не растает. Уссурийцы штурмует чемпионат мира и это успешно получается у тэквондистов и самбистов. Тему продолжит Наталья Зайцева. Здравствуйте. Начнем рассказывать о достижениях в хронологическом порядке. Первыми блеснули медалями свитники Федерации МФТ. Команда выехала на чемпионат и первенство мира в город Дублин, Ирландия. И на выходных прошлись заключительные схватки. В мировых соревнованиях в ходе команды ИТФ приняли участие более тысячи бойцов из 61 страны. В российскую сборную от Приморского окрая отобрались 10 уссурийцев. Правда, выехать удалось лишь шестерым спортсменам. Золото в личном зачете у Марии Муравьева в дисциплине формальные комплексы «Туль». И у грачика Агагабяна в спарринге весовой категории до 75 килограммов. В командных выступлениях бронза у Андрея Кима и Владимира Кима. А вот Мария Муравьева и Анастасия Ким стали обладательницами серебра. В заключительный день чемпионата мира по тэквондо грачик Агагабян заработал второе золото. Уссуриец выступил в командном спарринге. 19 октября наши спортсмены возвращаются домой. А еще одно золото мирового чемпионата, но по самбо привезет наш город Евгений Еремин. В городе Новисад Сербия состоялось первенство мира по самбо среди юношей и девушек, юниоров и юниорок 1997-2001 годов рождения. В этом году участниками соревнований стали спортсмены более чем из 30 государств. За три дня соревнований было разыграно 40 комплектов наград. На мировых соревнованиях Уссуриец воспитанник федерации дзюдо Евгений Еремин защитил свой титул победителя первенства мира по самбо. Женя стал лучшим весовой категории 48 килограммов. Евгений прилетает в родной край 17 октября уже в звании двукратного победителя первенства мира. Так что ждем наших медалистов дома. Предпремьерный показ нового моноспектакля «Сейчас» по рассказам Евгения Гришковца прошел в драматическом театре ВВО. Только один человек на сцене и цель раскрыть различные нюансы жизни. Удалось ли исполнителю главной и единственной роли придать фирменную атмосферу автора? Смотрите далее. Предпремьерный показ моноспектакля по рассказам Евгения Гришковца «Сейчас» прошел в театре Военного Восточного округа. Актер Василий Кирин перед выступлением волнуется. Шутка ли удержать внимание зала одному? А в помощь только минималистичный реквизит, где герой должен заставить зрителям вспомнить самих себя. Таков фирменный стиль этого автора. Ну это, знаете, обычный нормальный человек, который остановился. Вот он остановился и посмотрел вокруг себя, осознал, что в его жизни что-то не так происходит. А вот у режиссера спектакля уверенности больше. Сложности в освоении материала не пугали. И спектакль родился менее чем за полгода. Сложности, наверное, в том, что это сборник рассказов, это не пьеса. И нужно рассказы было выстроить логически так, что это одно цельное действие, чтобы оно не прерывалось. Логически и не было такого... Так, одна история закончилась, началась вторая. Ну и, конечно, то, что один артист на сцене, это очень сложно. Но при этом вызывает дополнительный интерес. Зрители в ожидании, увидят ли привычного и любимого Гришковца. И справится ли исполнитель главной роли. Ведь в первые минуты волнения актера было заметно. Но ко второму рассказу Василий Кирин набрал скорость и полностью влился в роль человека, который остановился здесь и сейчас, чтобы ощутить все нюансы жизни. Фирменные шутки автора и философский взгляд. Каждый смог узнать себя в герое. Пережить давно забытые эмоции или просто посмеяться над собой же. В принципе, да, кое-где там я прям проникся. Недавно ездил вот в отдаленную страну и вспомнил всю эту историю с чемоданами. Хорошо очень окунулся и действительно злорадствовал по поводу того, что коллеги никуда не съездили, а я вот съездил, приехал. И вот все было так, да. Любой рассказ, который мы сегодня видели, это все про нас, все про жизнь, про наши эмоции. Те, кто успел купить билеты на ночь в театре, смогут посмотреть моноспектакль уже с 28 октября. Екатерина Воронина, Игорь Антонов, Телемикс. Продолжит выпуск наша постоянная рубрика «Будем вместе». Сегодня мы расскажем о Кате. Девочка, учится в седьмом классе, старательная, усидчивая и исполнительная. Любит подвижные игры. Катюша мечтает о семье, доме, где ее будут любить и называть дочкой. Знакомьтесь. Рубрика «Будем вместе» создана при поддержке разреза управления «Новошахтинская» компании «Суэк». Катя – тихая, скромная девочка-подросток. Ей пока тяжело смириться с переменами, которые произошли в ее жизни за последнее время. В детский дом Катюша попала совсем недавно. Воспитатели очень тепло отзываются о девочке, отмечая ее усидчивость, исполнительность, умение признавать свои ошибки и стремление к учебе. Катюшка у нас недавно, месяца два назад к нам привели эту девочку. Она приехала с Владивостока. Девочка очень хорошая, очень контактная. Нашла общие языки с воспитателями и с детками. В школе ладится с детьми. Катюша уважительно относится к взрослым. Первая вызывается помочь. Любит подвижные игры. Спортивная девочка. Планирует записаться в секцию волейбола. Катя не скрывает своего желания обрести семью. Девочка очень нуждается в любящих и заботливых родителях. Меня зовут Катя. Я в седьмом А классе. Я люблю свободное время. Помогать кому-нибудь убираться, мыть посуду. О чем ты мечтаешь? Попасть домой. Семью хочешь? Да, в семье. По вопросам семейного устройства обращаться в отдел опеки и попечительства нашего города, который находится по адресу. Улица Некрасова, 66, кабинет 301. Телефон 32-35-36. Рубрика «Будем вместе» создана при поддержке строительной компании «Уссури». Новое жилье – новая жизнь. Уссурийская, 52А, телефон 306-906. Народные кухни ждут за покупками. Новый магазин известной сети открылся в Уссурийске на территории азбуки мебели. Красивые, удобные и качественные гарнитуры, товары для дома, обеденные зоны и многое другое. На Краснознаменной, 184. Рады приветствовать вас на открытии нового магазина сети «Народные кухни». Аплодисменты! Настоящий праздник – прохладное субботнее утро. Свои двери для горожан распахнул магазин «Народные кухни» по Краснознаменной, 184. Десять лет назад уссурийцы узнали об этом бренде и скоро стали постоянными покупателями. «Открываем магазин!» «Народные кухни» – это более 50 коллекций от лучших российских производителей. Стильные и лаконичные решения, разнообразие цвета и фактур. Материалы устойчивы к внешним воздействиям. Как раз то, что нужно хорошей хозяйке. Ваша задача – выбрать кухню своей мечты, а опытные специалисты установят покупку. «В октябре в магазине «Народные кухни» действует акция «Услуги по доставке, подъему и сборке» мы оказываем абсолютно бесплатно при покупке от 25 тысяч рублей». Сделать правильный выбор помогут продавцы-консультанты, которые подберут кухонный гарнитур нужных размеров и составят бесплатный дизайн-проект. «Есть из чего выбрать. Я сюда обратилась. Магазин достаточно просторный, удобный. Ну а самое главное – в ней продавцы. Продавцы очень доброжелательные». «Мы выбрали кухню. Очень прекрасная кухня. Мы ее приметили и пришли сегодня за ней. И очень рады и счастливы». И по традиции приятный бонус. В честь открытия магазина предоставлялась скидка 10% на весь ассортимент. «Народные кухни» в Уссурийске находятся по адресу Краснознаменная, 184. Анна Клыга, Сергей Флоренцев, Телемикс. На этом пока все. В студии работала Екатерина Рехтина. До встречи на нашем канале.